Приветствую всех на канале Процветок. Меня зовут Юлия Тадеуш и сегодня мы будем обрезать розы. Вообще обрезка роз это такое мероприятие, которое всегда вообще интересует буквально всех. Многие боятся. Я сама помню, как у меня дрожали руки, когда я резала когда-то там давным-давно, лет 18 назад, свои первые кустики роз. Но по сути в процессе жизни моей с розами я поняла, что ничего страшного в них нет. И я использую вообще и пропагандирую более такой художественный подход к обрезке. Чем считать почки, насколько мне надо обрезать и так далее. Я просто смотрю на форму куста, я ориентируюсь на то, к какому классу роза принадлежит. И в зависимости от этого еще думаю о том, что я хочу добиться цветением. Допустим, я хочу сделать цветение более растянутое, или более раннее, или наоборот более позднее. И в зависимости от этого я приступаю к обрезке и думаю всегда именно о том, какой результат я хочу получить. Здесь вообще в принципе важно, то что важно понимать, это то, что обрезку никогда вообще, я с розами в обрезке не спешу. Лучше всего проводить ее поэтапно, разделить для себя там на несколько этапов. Сначала мы делаем просто санитарную обрезку, то есть вырезаем все, что явно у нас поломалось или плохо выглядит, значит плохо перезимовало, до здорового почки обрезаем. Потом мы делаем, смотрим какую-то омолаживающую обрезку, если у вас такие кусты старые, например, как у меня, и вырезаем старые побеги. А потом уже делаем формирующую обрезку, это раз. Во-вторых, как бы во процессе обрезки мы всегда помним о том, что чем ниже мы срежем побег, тем позже он зацветет, но тем мощнее выйдет этот побег, тем крупнее будут на нем цветки. Если мы оставляем достаточно много побега, то зацветет этот побег раньше, но цветки будут на нем мельче намного. Сейчас мы конкретно подойдем, наверное, в первую очередь к шрабу и попробуем обрезать куст шрабовой розы. Смотрите, у нас всегда есть в обрезке какие-то определенные моменты, на которые ты обращаешь внимание. Во-первых, если мы говорим о шрабах, мы же их осенью пригибаем практически все, мы их не обрезаем, только невызревшие молодые побеги. Невызревшие побеги, вот немного кончики были, она росла просто под укрытием, все очень просто. И, как вы видите, даже сохранила на них листву. Это, в принципе, для роз нормально, потому что в происхождении у них вечно зеленые виды задействованы. Соответственно, мы зимовать розу и сбрасывать листву заставляем принудительно в целом, в большинстве сортов. И всегда в шрабах я начинаю резать тот куст, который находится крайним. То есть, это куст, который укладывался, на самом деле, последним во время пригибания роз. Потому что, ну, это здесь, в общем-то, очень понятно объяснить, потому что мне до него проще всего здесь добраться. А внизу у нас вот эти розы, которые были первыми пригибались, и они, соответственно, пойдут под обрезку последними. Значит, что для начала я делаю? Видите, роза достаточно большая, вообще, это мускусный гибрид. И вот в теплом климате она может выращиваться даже как плетистая роза. Поэтому не удивляйтесь вот этим длинным вообще побегам. Но я ее в основном выращиваю как шраб, хотя вот в прошлом году она решила все-таки, что она плеть. И вот, вы видите, у нас вот такие вот есть длинные побеги, сейчас я их распрямлю, которые, как бы, наверное, сколько тут? Ну, больше двух метров, это точно. И я даже думаю о том, что я, возможно, их сохраню. Это побеги. Я начинаю вообще немножечко, просто я их, чтобы мне они распрямились, да, я обрежу вот этот вот кончик. Чтобы он просто не цеплялся, немного их приподниму. Но сейчас я на что обращу внимание, я вот немножко ее освобождаю. Тяну на себя, распрямляю постепенно. Вот многие говорят, как вообще розы, действительно, они привыкают к этому положению. И когда ты их открываешь, они таки кажутся однобокими. Но на самом деле они в течение, как бы, буквально там недель-двух, они приподнимутся наверх и обратно потянутся к солнцу. Пока я им только немножко приподнимаю и делаю куст более свободным. Теперь я смотрю на него. Этот куст очень старый. Я могу сказать, что ему, наверное, лет 18. Значит, и думаю о том, что я вообще удалю в первую очередь. Ну вот у меня есть здесь, во-первых, побеги, которые уже вот такие вот внутри. Я могу это сразу обрезать. Этот сучок. Сухой в основном. Вот этот вот сломавшийся вот здесь. То есть то, что сразу очевидные какие-то вещи, я могу сделать. Я могу обрезать вот эти макушки, чтобы они потом мне не мешали. Поскольку это оставляем здесь как плетистую розу. Видите, я оставляю достаточно длинные эти побеги, обрезаю только кончики. Удаляю вот эти листву, которые, в принципе, никакого декоративного эффекта уже не несет. Ух, какая она длинная. Ну, я хочу этот весь побег сохранить. Почему бы и нет? Если она решила, что она будет вести. Вот видите, на конце вот этот вот хвостик, он вообще не вызрел абсолютно. Поэтому у него вот есть немножечко даже инфекционный ожог. Я срезаю до здоровой почки. И вот я вижу на срезе, что дальше у нас абсолютно хороший побег. Вообще есть такое правило, когда обрезаешь, обрезать на наружную почку. На почку, которая смотрит наружу куста. Но в данном случае это не касается этой розы, потому что это будет у нас как плеть. И она не будет. В общем-то здесь это все без разницы. Дальше мы можем вообще, если в принципе посмотреть на наш куст, что у нас тут имеется. У нас есть побеги первого порядка. Вот он растет. Видите побег первого порядка? От него отходят побеги второго порядка. И где-то здесь на кусте есть более старые ветки, на которых есть еще и побеги третьего порядка. На самом деле вот этот порядок, да, побеги первого, второго порядка, нам как раз-таки очень хорошо. То, что они сохранились. И мы их так оставляем. Если у нас вот такие есть вилки, мы их здесь обрезаем. И в принципе вот этот хороший побег оставляем. Вот у нас вот есть в данном случае, мы можем посмотреть, некрасивая такая вилка. Во-первых, здесь есть признаки грибкового заболевания. Мы удаляем вот эту вилку. И вот я вообще в принципе не люблю вот такие вилочки. Мало того, что я обновляю вот эти срезы, я сейчас из этих двух побегов, которые на конце у меня, выберу один. И оставлю только его. И оставлю, наверное, вот сейчас я посмотрю на него внимательно. Вот посмотрите, я, видите, все вилки вообще в принципе убираю. Чем ниже мы идем, тем тоньше у нас побеги. Я вот знаю, например, что вот этот побег не даст ни цветков, ничего, кроме загущенности. Поэтому я его удаляю. Вот здесь у меня вилка. Я ее тоже убираю, оставляя вот этих два сильных побега. Значит, основная вообще работа в таких взрослых кустах, это на самом деле внизу. Я вот в первую очередь начинаю вырезать все, что мне загущает куст. Вот эти все мелкие побеги. Вот видите, здесь вот в середине, например, вот этот совершенно непонятный побег, который, по сути, мне ничего не дает. Более того, я, наверное, даже его вырежу полностью. Я вижу, во-первых, цвет побега мне не нравится. Во-вторых, я понимаю, что он короткий. В-третьих, я не вижу на нем хороших каких-то почек. И я понимаю, что он просто достаточно старый, и его проще всего вырезать вообще полностью. Точно так же я буду вот здесь вот смотреть на вот эти. Вот этот тонкий, ну, может быть, оставлю. Для того, чтобы полностью вырезать этот побег, мне надо будет подойти с другой стороны и взять другой инструмент. Инструментов в работе должно быть много. В данном случае я режу секатором с храповым механизмом, который мне помогает резать сухие побеги. И все вот эти вот кончики я смотрю и укорачиваю. Вот здесь у меня, вот я обрезаю вилку. Поскольку куст большой, да, резать будем по частям. И я могу сказать, что здесь мне тоже не нравится, но будем резать. Не люблю я сразу обрезать. Все, здесь вот встречается такой момент, мы видим сразу. Конечно, когда много раз обрезаешь, ты на это уже перестаешь обращать внимание. Но когда у вас кусты маленькие, вы будете обращать внимание на это, и это правильно. Видите, выросло сразу две почки, проросли. На самом деле выбираем самую крупную из них и одну удаляем. Мелкую. Для того, чтобы у нас шел один хороший побег, чтобы у нас как можно меньше образовывалось тех самых вилок, которые мы потом вырезаем. Сейчас будем разбираться с серединой. Здесь опять у нас куча очень мелких побегов, которые я смело вырежу в середине куста нашего. Потому что, как я говорила, в середине никакого толка от них не будет. Так, вот здесь у меня очень такой нехороший есть побег, который поврежден. Это даже не этого года повреждения, это повреждение еще прошлого года, инфекционный ожог. И я вот сейчас подумаю, может быть, я даже вырежу его полностью, поскольку у меня, в принципе, побегов достаточно много. Я говорю вот об этом, об этой веточке, которая выглядит не очень хорошо. Хотя, ну, прежде всего, удаляю такие тонкие несуразные ветки. Вот видно повреждения, посмотрите. Я понимаю, что у меня, в принципе, куст здоровый, побегов хороших много, поэтому это даже не этого года. Это повреждения достаточно старые. Он цвел, но сейчас в нем никакого смысла нет, поэтому я его уже вот обрезаю. Вот видно, даже вот здесь еще повреждения есть. Хотя на срезе, обратите внимание, он, в принципе, неплохой. Он за счет этого сохранился. Но я просто знаю, что он будет непродуктивный в плане цветения, потому что повреждения, хоть и поверхностные, но и как бы не задели полностью глубоко кадми. Но и сокодвижения есть, какие-то цветки будут, но очень мелкие. Поэтому я его практически полностью уже вырезала. Я сейчас залезу здесь в глубь куста, возьму вообще большой сучкорез и обрежу. Во-первых, достаточно коротко вот то, что мы подрезали постепенно, побег, который я говорила, что плохой. Во-вторых, у меня здесь еще одна есть, вот старая ветка. Видите, на самом деле это очень старая ветка. Ее, возможно, тоже мы вырежем полностью. Потом здесь еще вот такие у меня есть. Так, сейчас посмотрим. Вот мы вырезали еще одну такую веточку, не очень хорошую. Там я пытаюсь одновременно, я просто не могу сразу добраться, но постепенно я подрежу и там сухие старые пеньки, которые есть. Просто вот в таком большому кусту сразу не подлезешь. Вот я удаляю здесь, залажу вглубь уже ту ветку, которую старую. Видите, постепенно серединка куста у нас расчищается. Кстати, обратите внимание, вообще, в принципе, как выглядит основание у старого куста розы, которому не менее уже 15 лет и больше. Видите, какое оно мощное вообще. Ну, потому что это дерево. Вот середина у нас уже начинает постепенно проявляться. Но процесс, на самом деле, еще не закончен. Сейчас мы будем смотреть ветки наши дальше. Вот мы добрались до еще одной сломанной ветки. Не очень удачно обрезала, надо слишком коротко. Здесь смотрим, что нам лишнее мешает. То есть я постепенно освобождаю. Это как бы поле для моей работы. Убираю вот эти вот. Это цвела на этом наша розочка. Вот это, опять же, вилка. Это, на самом деле, то, что она цвела. И я вот здесь вот эту почку я не хочу выбрать, потому что, видите, тут есть немножечко признак инфекционного поражения небольшой. Поэтому я обрезаю до нижней сильной здоровой почки. Заодно освобождаю вот эти вилки. Здесь опять у нас такая вот то, что он цвел вилкой. И дальше от нее вырос побег прошлого года, который будет цвести. И все-таки вот я так подумала немного. Видите, я сразу никогда не режу, потому что, ну, не знаю, я вот боюсь так смело резать сразу, хотя я с розами очень давно. Я постепенно, вот я обрезала, вроде укоротила, думала оставить. Теперь я все-таки убираю для того, чтобы у меня получилось без вилки вот этот спокойно хороший побег. А здесь все-таки оставлю. Так, мы добрались уже до нижней части куста. Что мы здесь делаем? Ну, во-первых, в первую очередь вот это вырезаем все тонкое, глупое и бессмысленное. Сейчас посмотрим. Обрежем, наверное, вот этот побег, опять же, со старыми повреждениями. Непродуктивный. Наверное, вот вырежем вот этот тонкий. Это вообще опять мы дошли до такого старого побега. Я их всегда осенью оставляю. Смотрю уже весной, как роза перезимовала. Потому что, смотрите, если перезимовалка, ваш куст плохо, у меня хорошо. У меня вот много очень и однолетние приросты прошлого года. Смотрите, какие замечательные перезимовали. И я могу себе позволить теперь обрезать и те старые побеги, которые я оставила на всякий случай осенью. Для того, чтобы было чем, как бы, весной было чем работать. Потому что, если бы у меня плохо перезимовали молодые побеги, хорошие, то мне пришлось бы оставлять и вот эти. Для того, чтобы была зеленая масса у куста, приличная. Потому что без этого роза тоже, как бы, будет плохо себя чувствовать. Но поскольку у меня все перезимовало очень хорошо, я могу себе теперь вот весной позволить обрезать все то старое, что я давно мечтала обрезать и омолодить таким образом куст мой. Вот вилкой я сразу обрезаю, даже вот так, на наружную почку. Вот здесь я постепенно добираюсь до самой глубины нашего куста. Здесь я тоже уберу вот эти тонкие и оставлю. Вот оставляю в основном, вот чтобы было у нас чистая, достаточно красивая веточка. Так, сейчас мы доберемся до той стороны, наверное. Нет, мы, наверное, освободим немного вот здесь. Обрезав все вот эти ненужные. Вот, кстати, инфекционный ожог. И поэтому они не всегда успевают вызреть. А в этом году начало... Вот этот побег все-таки не успел вызреть. И мы его подрежем. Смотрите, вот пятна, пятна, пятна. И вот срезаем до вот этой здоровой почки. И вот, посмотрите, на срезе все чистенько, хорошо у нас. Ну что, видите, какой у нас большой куст? Мы его обходим уже со всех сторон. Такие, ну, шраба, в принципе, положено быть крупными нормальными кустами. Поэтому ничего удивительного для меня в том, что он такой большой, нет. Сейчас я подрежу все, что мне мешает сразу. А потом загляну, присяду внутрь куста. Так, ну вот, смотрите, вот опять же вилка. И я вот вижу на конце здесь просто тонкие побеги, которые не дадут цветочков. А вот этот побег уже более сильный. Я его оставляю. Здесь дошли до сложного момента. Это тоже остатки от старого побега. И на самом деле я сейчас, наверное, возьму и вырежу его вот до этой ветки, омоложу. То есть постепенно омолаживаю. Я не вырезаю сразу, да, все равно как-то берегу кусты. А теперь я могу вот этот старый побег. Смотрите, какой он. Вообще на срезе как будто дерево с какими-то повреждениями. Но вообще вот срез, вот это старый побег наш. Я его укорачиваю. Хотелось бы мне даже еще больше его укоротить. На самом деле, несмотря на то, что я думала оставить вот этот побег. А теперь я вижу, что, наверное, лучше эту вилку срезать вот так. Куда-то улетел у нас. Вот теперь меня, на самом деле, я внутри там вижу в кусте еще старые какие-то побеги. Добраться до них пока нету сил и нету возможности. Ну, постепенно я к ним подбираюсь и его немножко расчищаю. Ну, поскольку я уже присела, сейчас буду смотреть, как вот с этим старым побегом нам поступить. И его тоже обрежу. И вот эти тонкие. Так, вот еще у нас побег здесь тоже, который староватый, на мой взгляд. Но пока его оставлю. Так, тонкое опять вырезаем. Оставляем толстое. Заходим постепенно в центр куста. Не нравится мне этот побег. Вот здесь вот убираем уже вот так. Так, поднимаем постепенно наши веточки. Здесь смотрим, что он мы удаляем. Мы удаляем побег, который цвел. Вернее, хвостик его. Обрезаем. Вот здесь, здесь у нас вилка. Здесь нам нужно решить. Вилка достаточно здоровая, на самом деле. То есть все побеги выглядят хорошо. Но все-таки я, несмотря на то, что они все хорошо выглядят, один побег сделаю просто вот таким образом. Для того, чтобы не было такого плотного скопления побегов. И вот этой вилки. Ну что, вот наш куст. Мы его уже можем вот так немножко поправить. И уже завершающая такая стадия для него идет. Я немножко ему помогаю распрямиться. И оставшийся побег, который у меня под большим вопросом, это вот этот. Я на него смотрю. И я думаю о том, что я его хочу удалить. Оставив вот эти вот более молодые. Он, конечно, выглядит как полноценное уже дерево. Опять же, одеревеневший такой. Это уже такой омолаживающий шаг. Вот мы можем посмотреть. Здоровый срез. Это хороший побег. Но я просто знаю, что он уже достаточно старый. А у меня есть много молодых. И это мне позволяет его срезать. Причем срезать я его буду практически до самого низа. Главное до него добраться. Срезать постепенно удобнее, чем вырезать всю ветку. Просто тянуть через колючки, когда она длинная, очень тяжело. Почему? Как бы вот этот весь этап обрезки происходит постепенно. Вот сколько нам надо было усилий, чтобы удалить старый побег. Ну, в общем-то, с большего. Потом я, может быть, подлезу еще пилой садовой. Теперь почищу вот этот вот пенек. Ну, смотрите. Мы одновременно удалили все, что было сломано. Все, что плохо перезимовало. Это вот шрап наш. Мы оставили его длину, потому что мы хотим, чтобы это у нас было как плетистое. Даже роза выросла. Мы расчистили всю середину. И одновременно мы постепенно... Ну, я уже просто процесс омоложения у меня насчет этого куста идет уже в течение нескольких лет. Я вырезала в этом году, этой весной, еще несколько старых побегов. И у меня остались уже практически все достаточно молодые. Сейчас вот пилой бы еще тут немного подпилить. серединку нашу. Для того, чтобы там меньше было инфекции и больше росли молодые побеги. Конечно, нужно стараться эти старые пеньки спиливать, насколько возможно. Но я вас уверяю, когда роза большая, это далеко не всегда возможно. Ну, вот, в принципе, со шрабом вот таким у нас все закончено. Вот такой куст получился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok